Продолжение следует... Плохо, хорошо, потому что мы посмотрели молодых ребят, которые с нами тренировались, есть хорошая информация. Плохо, то, что мы вместе не тренировались долгое время. Но это часть футбольной жизни, это дни национальной сборной. Всегда в хороших командах много игроков отсутствует. С потерей Тарасова сейчас Дмитрий становится одним из ключевых игроков, потому что никогда еще такой он до конца. Вполне возможно, но я бы сейчас так конкретно не сказал. Становится тогда, когда мы увидим, что он выйдет и сыграет хорошо, тогда мы можем сказать, что он становится ключевым игроком. А сейчас он должен доказать, что он ключевой игрок. Сейчас он нормальный, обычный игрок, который должен использовать свой шанс, который ему очередной раз дали. И шанс хороший. Я, например, верю, что он может и в 2018 году помочь нашей национальной сборной. Успели как-то определиться с расстановкой, тактикой и, может быть, составом на «Спартак» предварительно? Ну, конечно, предварительно в голове есть хорошая информация от матча с Краснодаром. Поэтому все-таки ориентир будет на ту игру. «Спартак» – хорошая команда, хорошая сегодня. У них, ну, такое хорошее настроение, можно сказать. Они играют с душой, хорошие матчи, серию провели. Следующий матч будет очень интересным для всех. Мы с уважением относимся к «Спартаку». «Спартак» – серьезная команда. Они, тем более, сейчас лидеры. Юрий Павлович, буквально за несколько дней разлетелись все билеты на гостевую трибуну «Локомотива». То есть будет отличная поддержка. Что вы об этом можете сказать? Ну, это меня больше всего радует. Потому что болельщики нам должны вернуться на наши трибуны, на наш стадион. Ну, а мы должны их не разочаровывать. Мы им должны праздник дарить. И еще раз обращаюсь к нашим болельщикам. Ребята, давайте вперед. Приходите на все наши матчи, поддерживайте. Ну, и мы будем играть от души для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова